Я хочу поприветствовать здесь сегодня у нас уважаемых членов правительства, которые здесь присутствуют, наших уважаемых членов нашего парламента и наших предпринимателей. Сегодня здесь присутствуют у нас более 20 руководителей наших российских регионов, собственно говоря, людей, через которые идет проведение экономической и социальной политики в стране. Я хочу сказать спасибо большое всем нашим губернаторам, которые здесь присутствуют, и поприветствовать их в этом стране. Ну и я, конечно же, хотел бы и представить, и поприветствовать премьера-министра Кыргызской республики. Акилдекса Бесенбековича Жафарова и нашего така, мы много лет знакомы, много лет сотрудничаем, и в свое время вместе работали в правительствах разных, и спасибо большое за то, что вы с нами сегодня. Тем не менее, есть друг участников, с которыми мы заранее проговаривали сценарий, я хотел бы сегодня представить. Это Дмитрий Николаевич Челнышенко, председатель правительства Российской Федерации. Решетников Максим Геннадьевич, наш министр экономики. Силуанов Антон Георгиевич, наш министр финансов России. Андрей Михайлович Макаров, председатель комитета по бюджету Государственной Думы. Из Андрея Михайловича завтрак состояться не может. Спасибо ему большое за его активную позицию всегда. Это Борис Юрьевич Ситов. Борис Юрьевич, в первую очередь, он предприниматель, известный предприниматель, но и, конечно, основной личный право предпринимателя при президенте. И Алексей Мордашов. Спасибо большое, Алексей, за то, что вы с нами. Это ключевые участники, но тем временем я приглашаю всех, и предпринимателей, и лидеров регионов, и всех участников, поучаствовать в нашей с вами дискуссии. Планируется усиление санкционного давления до 90% отказа от российской нефти. По планам ДИАС к концу 2022 года и к 2027 году я планирую отказаться от российского газа. Импорт. На стороне импорта тоже сложная ситуация. 51% импорта приходится на те страны, которые ввели санкции против Российской Федерации. Конечно, ключевой наш торговый партнер Европейский Союз. 32% импортных поставок в страну. И, конечно же, это сегодня затрагивает целый ряд очень чувствительных сфер, таких как машинное оборудование, фармацевтика, транспортные средства, ну и так далее, и так далее, и так далее. Порядка 30 миллиардов критических позиций, 30 миллиардов долларов критических позиций импорта из стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. Еще одно серьезнейшее ограничение – это логистика. Мы видим, что произошло падение, в первую очередь, морских перевозок. В шесть раз сократился объем контейнерных перевозок. Мы видим менее рациональное перераспределение логистики на автомобильный транспорт. Ну и, конечно, огромные сложности с воздушным движением. Как результат, если ничего не делать, то примерно такая концентральная траектория российской экономики и примерно возврат ее на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет. Первый сценарий мы условно назвали «Труба на восток». И, в общем, этот сценарий уже реализуется. По словам «Труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары. Российская экономика на самом деле продемонстрировала совершенно необыкновенную гибкость. Никто не ожидал, что таким быстрым темпом будет происходить перестройка и подстройка новой ситуации. И, конечно же, происходит это во многом благодаря тому, что российская экономика за эти годы приобрела уникальный опыт. И большая ее часть является частной. Потому что только частная инициатива, только огромное количество субъектов, независимых субъектов в экономике, могут вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе перестраивать экспортные подводы. Структурную перестройку нашей экономики. То, что не удавалось сделать многие-многие годы. Потому что, если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. И перед нами стоит сейчас огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок, который не удалось сделать в последние десятилетия. Что для этого нужно сделать? Какую экономику мы хотим построить к 2030 году? И вторая часть нашей дискуссии – это ответ на вопрос «Как?». Какие условия нужно создать? Как построить этот самый мост в будущем? Я хочу вернуться к теме, которая была обозначена. Как построить мост в будущем? Я считаю, на самом деле, ответ на этот вопрос Дан Генноноскович, это абсолютно гениально. Дан Генноноскович, я бы всегда преклонялся перед вами, сейчас преклоняюсь абсолютно. Это первое определение, вы предложили образ. В первом ответе, вы его назвали, правда, сами, немножко иначе было это на экране написано, назвали в первый ряду «труба на восток». Я предлагаю на секунду совместить вот эти два понятия – мост в будущее и труба. Тогда мы сами попробуем задать себе вопрос, действительно ли важно, в каком направлении эта труба идёт. Хотя, конечно, в каком направлении собираемся строить мост, наверное, значение этим действительно имеет. А вот дальше возникает… Нет. Там кто-то говорит, кто-то отвечает. Не естественно отвечает, но отвечает-то не за это. Так вот, возвращаясь к тому, что мы говорим, вот смотрите, у нас была с вами, вообще я говорю, что надо сделать, у нас была с вами программа модернизации. Вот сейчас кто-то помнит, что эта программа модернизации была с 2014 по 2021 год, 7 лет. Вот просите у Иванова, вместо того, чтобы он рассказывал сейчас о том, что как будет всё хорошо, пусть он скажет, ну, я тоже знаю цифру, но он точнее скажет, сколько денег дали за эти 7 лет на вот это самое, на это самое импортозамещение? Сколько? Я всегда думал о том, что вообще счётная палата по идее должна лучше считать. Это трагедия. К сожалению, порядка, вот другая цифра. Так вот, ну, точнее можно спросить у Силуанова. А вот дальше, что мы получили? Ну, правда, объясняю, что на самом деле у нас всё выполнено, всё по плану, а планы-то были. Мы поднимали с вами локализацию 20%, 21%. Мне очень нравилось, как у нас баллы давали за то, что у нас увеличилась локализация. Привезли сюда Состанов из Китая, покрасили его, у нас локализация, мы его покрасили.